Предновогодний новый влог. Всем привет, мои хорошие. У нас настоящая зима. Сегодня весь день почти с перерывами идет снег, ночь ушел. Я уже много-много навалила, все завалило. Красота кругом. У меня теперь пейзаж, девчонки, летом будет классный, когда здесь вот эту площадку всю доделают. И вот тут у меня будет классный с балкона пейзаж теперь, если там... Я жила, кстати, вот в этом доме раньше, вот в этом. Но окна у меня выходили туда, на котельную, на детский садик. Вот. А теперь у меня на центр мира выходит окна, чего я несказанно рада. В общем, начинаем предновогодний влог, заряжаемся позитивным настроением. Поехали! Начала спать, перес, вот такая вот гирлянда. Я вам говорила, для елки буду покупать холодный свет. И вот мишура, которую я хотела вверх повесить, откуда у меня спускается гирлянда нить. Вот такая вот зеленая, вроде все нормально упакована. Сейчас посмотрим, что за гирлянда. И будем вешать ее на елку. Потому что она бюджетно прям стоила, но вот за ее неплохие. Брала вот такую черную, чтобы ее не было видно на елке, потому что там можно было и на серебряной как бы нити взять, да? Вот она здесь. Сколько я забыла? 8 метров, что ли, я брала? Так, где метраж у нас с вами указан? 7-7 метров, 60 лампочек, холодный свет. Вот нам как раз на елочку будет очень красиво. Вот она как выглядит, просто такие лампочки. Мне сейчас больше нравятся такие гирлянды, такой минимализм. Так, ну, вот он пакетик с мишурой. Папу тогда попросим, он нам залезет и повесит. Сейчас открою. Девчонки, у нас Кристюшка уселась в первый раз сама. Уселась именно ровно, хорошо. Она то ножку одну подгибала, садилась, то немножко кривенько. А сейчас я пока такая гирлянду снимаю, мы смотрим. Она сидит. Ты шляпкий. Ты молодец. Оп, уже завалилась. Ой, счастье-то какое. Здорово. Все. Мы спокойно сидим. Мы сели сами. Хорошо, как следует. Вот она мишура, довольно толстенькая, пушистенькая, как я хотела. С золотой каемочкой, зеленая. Ой, бумажка упала какая-то. Спасибо за заказ. Тут две штуки. Гирлянда новогодняя. Так, гирлянда новогодняя. И что у нас тут? Два метра, да, потому что у нас три метра там ширина зала. Чуть поменьше одной, малой. Вот тут две в наборе. Десять сантиметров в диаметре она получается. Такое вот красиво. Сейчас будем вешать все. Гирлянду старую с елки уже. И сейчас с Ксюшей приделаем вот эту. Потом папа приедет нам повесить сюда зеленую мишуру. И мне кажется, уже будет гармонично, не так пусто и красиво. У нас тут синий трактор на фоне. Вот я ее как бы надела. Но что хочу сказать. Семь метров, вот восемь было бы хорошо для нашей елки. У нас елка сколько? Метр восемьдесят. Вот. Ее не видно хорошо. Она черненькая. Сейчас включим и посмотрим. Вот такая красота. Блин, не тот режим выбрала. Они гаснут и мерцают. Я не люблю. Здесь восемь режимов. Сейчас я выберу режим, в котором они не гаснут. Я вот люблю такой. Не очень видно при свете. Видно отблеск на стене, да? Сейчас свет выключу, покажу. Вот так холодным светом она светится. Вот это я люблю. Вот это уже надо вверх еще мне немножко подтянуть. Здесь, мне кажется, огоньков не хватает. Вот теперь она красивая. Теперь она гармонично смотрится. То есть шары у нас синие, серебристые. И холодный свет гирлянды. Красота. Девчонки вот повесили эту штуку туда. Вчера папа нам повесил зеленую. И теперь вот как все это дело выглядит. Я валяюсь на диване, пока мои гуляют с мелкой. Подсоединил нам папа еще сегодня провод HDMI к телевизору, чтобы мы смотрели все, что хотели. Я пока лежу, немножко уже начала активничать. Убираюсь потихоньку. Уже болит не так сильно. От анестезии вроде только отошла. Не знаю, какой уже день, пятый. Только отошла. Голова хоть более-менее соображает. Но все равно еще тяжко. Поэтому они пока гуляют. Я лежу и добралась. Хочу посмотреть вот у меня YouTube. Свою любимую Аленку Рейзван. Сто лет ее уже не смотрела. Соскучилась. Невозможно. Вот такое у меня сейчас времяпрепровождение. Хотя бы с этой штукой уже стало получше. Что там была какая-то деревяшка. И теперь они вот так спускаются. И здорово. Целый пакет еды забрали в Сазон. Заказали. У нас сейчас, кстати, мороз жуткий. 20 градусов днем. Ощущается, как 24. Поэтому сидим дома второй день. Спим дома. Целый пакет еды заказала на Зон. Раньше смесь и еду заказала в детском мире. А сейчас на Зон на Валберес гораздо дешевле. Посмотрела. Можно на скидках, на акциях. Сейчас будем все открывать. Едеща. Вставай, котен. Мы нужны с тобой ножницы. Озон. Вот за что люблю. Вот чем они отличаются от Валберес. Озон и Валберес. Кусочек хлеба. Озон всегда в индивидуальной упаковке. Валберес нет. Поэтому, если есть выбор, акционально сильно разница. Заказываю в основном на Зон. Потому что вероятность того, что товар повредится, вообще просто минимальная. Почему-то не знаю, почему у них нет индивидуальной упаковки своей. У них как товар со склада кинули, так и кинули. Но там частенько бывает все дешевле. Сейчас маркетплейс вообще, наверное, рулится в нынешней ситуации в стране. Да, давай ножнички. Сейчас будем все вскрывать. Короткие у нас каши. Кашу взяла Нутрилон, потому что смесь едим Нутрилон. Взяла молочную, гречневую с яблоком. Потому что взяла первую рисовую, безмолочную. Она ее есть не стала. Она очень любит овощи, мясо. А вот каши нет. Решила попробовать именно Нутрилон. Да, эти сроки годности, что ли, для них интересно, как приходит. Вот. Да, еды. Еды Крестюшки заказали. Я вообще сама готовлю ей. Вот так как сейчас еще не совсем себя хорошо чувствую. И иногда бывает, что не до готовки, да, со школы особенно. Могу дать баночку. А так готовлю сама. Она любит больше мои овощи. Сроки годности вообще свежайшие, отлично. Была акция на зоне, как раз на эту кашу, даже на Валберс, она была дороже. Машки здесь покупали. Да, тебе баночки тоже покупали. Тебе я вначале редко готовила. Так, это взяла бабушкину лукошку. Да, бабушкину лукошку упаковками очень дешево. Тут у нас овощи индейка. Она любит вот овощи и мясо у меня прям очень-очень-очень. Ну, я сама, когда ей делаю брокколи, цветную капусту, морковку, картошку, мяско туда добавлю. Она любит больше, чем банки. Но банки тоже с удовольствием ест. Вот с кашем у нас пока никак. Так, следующее. Так, это у нас другой немножко состав. Даже не видно с чем-то. Тут тоже какие-то овощи смеси. Ну, вы представляете, даже не видно. Сейчас мы ее откроем. Посмотрим, что здесь взяла. Так, здесь у нас с вами год орет. Тоже хочешь банку говядину овощи. Вот срок годности, кстати. От 2-го до 21-го тоже нормально. Я просто смотрела, некоторые жалуются на маркетплейсах на несвежую еду детскую. Нет, здесь как бы все нормально. Про запас. Пусть они лучше будут. Я на Валберис оказала, по-моему, вот это Валберис. Сейчас папа забрал смесь, и она упакована. Представляете? Я удивлена. Детские, значит, все-таки на Валберис упаковывают. Сейчас посмотрите. Это смесь с Валберисом. Значит, упаковали. Вот молодцы какие. Так, тут у меня большая коробка. Да, и все, убирай, котен. Я вот такими беру. Это уже номер 2 у нас с полугода. Нутрилон 1,2 килограмма. Мы кушаем вот такой и кисломолочный. А кисломолочный я так подозреваю вот в этих коробках. Две коробки кисломолочной смеси тоже Нутрилон. У меня Ксюша на этой смеси была, и Крестюшка мне нравится. Ни запоров, как бы ничего. Атман были. А вот Нутрилон прям вот подходит идеально. Мне очень нравится. Вот такой вот 1,2. Там два пакетика внутри таких. И ложечка. Я из пакетика пересыпаю в банки из-под смеси. Сейчас покажу. Потому что в пакетиках совсем неудобно. Вот потом сюда пересыпала и дозирую уже. Кисломолочная смесь. Тоже двойка. Ее, кстати, днем с огнем не сыщешь. Ни в детском мире, ни в дочках и сыночках вообще. Вот именно кисломолочную. Она мне и очень любит. Вот Ксюша мне почему-то не любила кисломолочную. А Ксюшка очень любит именно ее. Больше, чем обычную. Вот поэтому две вот таких пачки. Она по 350 грамм продается. Там тоже внутри пакетик. Тоже я в банку из-под смеси пересыпаю. Помечаю только, где у меня какая. Вот. А на зоне есть. На Балберес, кстати, тоже не было кисломолочного. Вот на зоне только нашла. У нас тут фотосессия. Мы готовимся на выступление. Это один из костюмов. Да. Покажите нам что-нибудь, галерина. Какой-нибудь па. Только елку не снесите. Ну, красота. Красота. Кто-то быстрее стебает гольфы. Заказ Док Трик снимали сейчас. Колется. Говорит, невозможно. Девчонки, подскажите лайфхаб. Как шерстяные носки сделать так, чтобы они не кололись? Я думаю, сейчас я их постираю в режиме шерсть с кондиционером. Да? Вот, чтобы не кололись ребенку. Как вы делаете? Потому что она вот ей колется, она их не хочет носить. Да, сегодня мы еще хотели вам показать детскую. Я уж себя чувствую так более-менее относительно. Но бок еще потягивает. Но уже могу спать на правом боку. В субботу пойду на прием. Узи, наверное, сделают повторно, посмотрят. Вот. И мы всю неделю, как я сначала, нормально со среды чувствуют. В пятницу была операция. В субботу я приехала домой. Со среды, наверное, я только более-менее отошла. Мне кажется, у меня такая доза наркоза была. У меня два часа оперировали. Мне кажется, я вам в видео не говорила, что обычно операция сейчас мою соседку, сейчас меня два часа. Потому что уже воспалительный процесс был с осложнениями и вообще. Мы хотели вам показать детскую. Мы там разбирали игрушки, выкинули огромный мешок. Опять, как всегда, потому что игрушек тьма. Постарались разложить все по своим местам, по ящикам. Ну, более-менее пока. Вот мы с вами заходим в детскую. И что мы тут видим? И мы видим кота. Ну, конечно, мы видим кота Мактюш. Не ори, Крестюшку, разбудишь. Крестюшка спит. Сейчас вот эта темная комната, видите, в ней окно. Тут освещение, конечно, мрак. Но я надеюсь, вы основное все поймете. Оно большое. Мне сказали его заделать и сделать, знаете, такой, как в туалете с вентиляцией. А я думала вообще просто пластиковое на заказ заказать, чтобы оно открывалось и закрывалось, когда надо. А так оно большое тут. Вот оно за шкафом еще спрятано. Вот этот шкаф, который нам хозяйка оставила. Как он называется? Я забыла, девчонки. Гардероб. Во. Как это раньше называлось в нашем глубоком советском детстве. Он у нас весь забит от и до и даже наверху, потому что вещей много, а шкафов у нас нет. Да? Так, погнали дальше. Здесь комод еще со старой квартиры. Мы разложили с Ксюшей здесь все игрушки по ящикам. То есть отдельно Лего у нас, отдельно там Лол, которых уже миллион, отдельно конструктор, отдельно еще что-то. Снимаю на оптической стабилизации, камера может немножко качеством страдать. Но так, по крайней мере, вас хоть трясти не будет. Тут у нас что-то, я не помню. Что, мне кажется, вот этот ящик тоже надо разобрать. А в этом посудка. Посудка, там кухня. Вот этот шкаф от нашей стенки. А мы взяли вот эту часть. И та, что стоит в зале, на которой телевизор, а сам большой шкаф брать не стали. Потому что смысла нет. Все равно я хочу в зале шкаф купе делать. Это Крестюшкин коврик тут заткнутый лежит. Здесь Ксюшина одежда чисто. Вот тут Ксюшина одежда. Отдельно у нас лежат такие вот тут. Обои уже не отличаются, нежели в зале. Но тоже как бы все прилично. Выключатели тоже относительно новые. Да, у нас вот такие стены, вы правильно заметили. Потолочек тоже чистенький, беленький. Поклеен идеально. Как бы в этом плане все хорошо. Блинтус потолочный тоже нормальный. То есть это хрущевки получается. Да, и видите какой тут выступ. Девочек тут написал, что сочувствую тому, кто будет клеить обои. Но обои я клеить не буду. Я хочу всю квартиру красить в белый цвет. И в каждой комнате делать какую-то акцентную стену одну. Допустим, вот все будет белое. И вот эта штука будет белая. Акцентная стена, допустим, будет вот эта. В пастельном графитовом или декоративной штукатурке. Ну, в общем, вы видели, как сейчас модно. Какие интерьеры модно. Вот что-то буду думать по этому поводу делать. Вот по этой стене я хотела сделать двухъярусную кровать. На оптической стабилизации, конечно, пространство плохо видно. Отключу. Вот по этой стене, то есть вот так, двухъярусную кровать. Не знаю, правда, как с окном, что... Ну, не знаю, будем думать. Люстра тут такая вот висит еще от хозяйки. Старой. Двухъярусную кровать. Я хотела вообще откидные конструкции. Знаете, такие шкафы, шкафы, шкафы. Между кроватками, там узенькие шкафы. И вот так две откидные кровати. Ну, эти конструкции, они очень дорогие. На самом деле, очень дорогие. Я буду думать, конечно, смотреть. То есть, ребенок ложится спать. Она вот так прям откидывается уже заправленная. Ребенок встал. Вон ее обратно вот так чпок к стене. И пространство есть. Но у нас пространство есть в зале. Мы там не спим. Не будем спать в ближайшем будущем, я надеюсь. Да? Вот. Поэтому, в принципе, не знаю. Тут вот фитбол у нас мы с Крестюшкой на нем занимаемся. Один коврик. Я вообще ковры не люблю. Но вот один у нас такой есть. Гладкошерстный с мягким ворсом. Ковры очень не люблю. Но с этими полами, конечно, без ковров это трындец. Но пока так. Мне кажется, придется их вскрывать. Скорее всего, вот под этой вот фанерой находятся вот такие вот доски. Я так предполагаю. Придется все это дело вскрывать. Потому что они местами скрипят. Мне это жутко раздражает. Особенно, когда ребенка укладываешь спать. И я хочу все-таки стелить линолеум. У меня был ламинат. Я хочу линолеум. Он экологичней. Но экологичней в чем? В ламинате все равно есть зазоры. То есть туда все равно попадает крест, скапливается. В линолеуме такого нет. И хороший, качественный, дорогой линолеум. Он стоит гораздо дешевле, чем хороший, качественный ламинат. Это тоже существенная разница. И я думала ламинат пускать по всей квартире. Чтобы было без стыков. Но мне человек, который будет ремонт, объяснил, что... Ты, говорит, представляешь, сколько у тебя будет спилов на ламинате. И почти половину стоимости ты выбросишь. Ну, вот даже за спилы вот за эти. Ну, это, во-первых. Но даже не финансово. Нет, можно было набрать денег и сделать так. Но мне вот все равно, я как-то посмотрела, плюс-минус, хочется линолеум. Везде светленький какой-нибудь. Так, вот Ксюшка валяется. Это у нее там ребенок спит в коляске. Вот у нас тут стена. Такая вот тоже опять тут деревяшка. Вот везде эти деревяшки. Не знаю, что у них тут ковер висел, что ли. Труба проходит, батарея. И здесь у нас два детских матраса. Один на другом. Она тут с девочками играет, когда они в гости приходят. Ну, или сама играется здесь. То есть можно полежать из детской кроватки. Два матраса, один на одном. Ей можно здесь поваляться, как бы отдохнуть. Это хора игрушек. Там в большой коробке игрушки, в ящиках еще, в машине. Вот это все. Но это уже гораздо меньше, девчонки. Масштабы бедствия были почти вся детская была в игрушках. Мы покидали столько уже, что это просто невозможно. Так, вот стена с окном. Да, вот у нас зал. Мы из зала вошли сюда. И вот у нас стена с окном. Я повесила штору, прям, девчонки, за пластиковое окно. За вот эти вот, как они называются, не откосы, а, короче, туда зацепила. Пока шторочку просто для красоты. Карниз сюда не покупали. Потому что уже, когда будем делать основательный ремонт, тогда купим. Нет необходимости, пока здесь никто не живет, грубо говоря. Просто играется, да. Поэтому не стали. Приделала вот так шторку, зацепила. Прямо сейчас покажу, за что. Ну-ка, котенок. Вот вот за эту, от пластикового окна, штука, прям, вот так ее отделала, короче говоря. И зацепила туда штору наверху. Штора, причем, кухонная. Ну, так, которая подходит по цвету, ту и зацепила. Немножко украсили. Вот здесь стоит стол. Стол, причем этот, он собрался, да, от Кристюшины кровати. То есть мы Кристюшину кровать еще в овальную не разбирали. Она пока спит со мной. Так удобнее всем нам пока. И, а вообще, это детали, то есть это пеленальный столик, грубо говоря, от Кристюшкины кровати. Ксюша на нем занимается, делает уроки. О, как ярко стало, хорошо. Вот нажмешь на фокус. Это стол, стол Кузя, стол, стол Кузя. Стол классный, мы с вами обозревали, растущий стол Кузя. Он как бы замечательный. Вот здесь она занимается возле окошка. Тут у нас стоят коробки с книгами и тетрадями. Очень много книг. От самого пола коробки стоят. Коробки, коробки. Книг мы достали, вот какую она пока читает, детскую библию. И Манюню. Мы читаем, Манюню не дочитаем. О, да, мы вчера с ней видели. Кстати, девчонки, кто не читал со своими детьми? Вот эту потрясающую книгу я вам очень рекомендую. Это Манюня. Нарине Абгарян написала. Про советское детство. Про советских девочек. Но там такие шутки, девчонки. Мы ржем. Для прочтения, Ксюша, вот в 7 лет мы начали читать, когда исполнился. Она толстая. Мы периодически покупаем новую. Эту никак дочитать не можем, кстати. Вот у нас закладка. Видите, чуть-чуть осталось. Надо дочитать нам сейчас. Это великолепная книга. Девчонки, там оборжешься. Там смешно ребенку и смешно взрослому. Там проба и так далее. Но вот уже, в принципе, после 7 лет можно начинать читать. Если у вас дети даже постарше, вот лет до 15, мне даже интересно. Потому что это реально смешно. Про Советский Союз, еще СССР, про детство девчонок. И вообще книга классная. Вот и Детская Библия. Вот мы эти книги пока читаем. Мы их достали. Они у нас здесь на столе лежат. Игра, словодел. Разбирались, когда нашли хоть настольные игры. Карты, словодел и так далее. Все под рукой. Книги-учебники пока убрали, потому что начались каникулы. Тут у меня стоит пылесос. Ксюшин рюкзак. Тут стоит процессор. Мы подключили компьютер, но мы им не пользуемся. У нас никто не играет. Как бы мы так что-то распечатать по делам. Поэтому он у нас стоит на окне пока с клавиатурой. И тут же стоит принтер. Ну, МФУ точнее. Я вам его уже показывала. В каком-то влоге обозревала. Мы распечатываем что-то, делаем какие-то работы в школу. Тут полно папок школьных тоже. Бумага всякая пока лежит. Для печати и так далее. Ксюшины ручки. В общем, все пока вот так вот стоит здесь. На столе она занимается. Так, что вам еще не сказали. А, ну, здесь рамочка висит. Ксюша тоже так украшала. Это Ксюшка маленькая. Это мы с роддома. Это я вот перед родами, наверное. Еще брюнетка. Ну, я... Ой. Ну, я всю жизнь была брюнеткой. Я вас куда-то, девчонки, приблизила. Хотела сфокусировать. Вот Ксюшка, малышка. Это выписка. Когда Ксюша родилась, 2013 год. Я вам это, наверное, никогда не показывала. Это мы на старой вот квартире в коридоре перед родами с пузинью. Мне кажется, вот на этой фотке прям Ксюша на Крестюшу похож. Но я вам обещала, я скоро вас обязательно познакомлюсь с Крестюшкой. Да, Катюн? После Нового года, наверное. Мы созреем, немножко успокоимся. Я себя буду нормально чувствовать. И разберемся и все. В общем, вот такая вот у нас детская пока. В таком она состоянии. Жить можно, но вот от этого шкафа, конечно, я избавлюсь. Хочу сейчас первым делом сделать ванну. Хочу сделать шкаф-купе в зале. Потом покажу, где тогда. И здесь уже никаких шкафов не будет. Максимум будет какой-то маленький детский, светленький стоять там тоже под одежду где-нибудь. Ну, или будет... Хочу кровать, если двухэтажную, то будут выдвижные там ящики. Которые тоже можно что-то складывать. Посмотрим, в общем. Ну, какие-то комодики, конечно, под игрушки тоже нужны. Но это все потом в одном интерьере будет подбираться. А так пока вот так. Вот такая вот у нас детская. Всем пока. С медведем сидит там со своим. Да? Медведь огромный. Вот таких игрушек огромных у нас на валом. Вот они много места занимают. Акулы это огромные, медведь огромный. Авокадо это огромное. Было модно до одно время. Надо же, всем у всех есть, и мне надо. Правильно? Да. Вот окошко. Видит. Вот нам, кстати, наклейки новогодние еще наклеили. Вот. Окошки хорошие. Все окошки новые, как и балкон. Видит, на детскую площадку все окна у нас на одну сторону выходят, как и балкон. Вот в этом доме мы жили. Вот наш подъезд был третий. Да? Только окна у нас на ту сторону выходили. Вот. А это детская площадка. Тихонько, кстати, установили новое оборудование. Самое время зимой это делать. Да. Так что вот такие дела. Вот я, кстати, хочу сделать шкаф-купе. Я думаю, дверь. Видите, у нас все сохнет на дверях. Потому что на балконе сейчас минус 20 градусов. У нас сушить бесполезно. А стирки много. Я хочу немножко дверь вообще сдвинуть из темной комнаты. И сделать шкаф-купе вдоль вот этой всей стены. Но вот если делать прям вот досюда, он получится прям, ну, огромный. По глубине, да? Вот. Какой он получится по глубине. То есть вот такой вот огромный. Наверное, этого много. Наверное, все-таки поменьше. Как-то вот где-то вот так. До потолка. От пола до потолка. Вот по этой стене. Телевизор потом уберем, наверное, на место этого дивана. Но тут уже по ходу придумаем. И вот так шкаф-купе. От потолка. Возможно, зеркальный. Возможно, частично зеркальный. До потолка прям. Он будет огромный. Туда влезет все. Чему я буду несказанно рада. Мы с Ксюшкой ждем. Валяемся, пока проснется Крестюшка. Она у нас что-то все спит. Спит. Уже пора проснуться. На этом влог буду заканчивать, мои хорошие. Всем предновогоднего настроения. Новогоднего уже точнее. Не болейте. Берегите себя, своих близких. Всем пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok